Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка под названием Hydroner. Я уже тут создал себе персонажа. Почему он голый? Да потому что мы постоянно будем в шахте, а там довольно жарко. Не, можно, конечно, ему было бы и штанишки вот так вот нацепить, но с труханами, сердечками, конечно, так выглядит симпотнее. Можно было и даже вот так вот в рубашке. Но какая рубашка у тебя внизу в шахте, согласись, правильно? Игра про шахтера, про добычу руды и всё в этом духе. В общем, вот такой вот персонаж. Можно начинать новую игру. Вот и я появился в городе. Техника есть. Я почему-то думал, что это, ну, замки всё такое, средневековье. А тут, ну ладно, допустим, как тормозит-то, а что, почему так подтормозить? Ядрить, колотить, вот это тормоза. Сейчас, секундочку, надо тут подкрутить настройки. Всё, вроде бы готово. Итак, мы абсолютно голы. В прямом смысле, даже в трусах стоим. Ох ты, я могу в тачку сесть? Используйте для перемещения объектив помер... Ничего себе, это мой драндулет, оказывается. А я говорю, что я тут голый. На тракторе и голый, в трусах и в носках. Зашибись. Значит, ладно, это мой транспорт. У нас, кроме него, видимо, ничего нету. А мы же добытчики, нам нужны инструменты. Но чтобы их купить... Тут можно купить трубы, коробки, но за деньги, за монеты, которых у меня нету. Так что лопаты, вот, пожалуйста, она стоит 22 цента, ну или монет. Как бы, где их достать? Конечно же, идти копать руками, добывать какие-то ресурсы. Тут у нас вот инструменты есть, гаечные ключи различные, паровые. Это что у нас? Буры. Пожалуйста, дробители. Так что вот. Там в замке у нас можно подняться, конечно же. Мы это сделаем чуть попозже. Там тоже есть магазины. Вот, у меня тут уже стоит ведро, тазик и щетка. Нам это понадобится, чтобы... О, карта, что ли, есть? Ничего себе. Карта мира. Где нарисованы лопаты, там можно копать. Ну, в любом случае, мне нужна лопата. Без лопаты я же ничего не могу здесь откопать. Мне ее что, придется... А, подожди, вот тут не лопата ли? Вот тебе лопата, пожалуйста. Берем, значит, лопату, даже светильник есть. Подожди. Давай мы светильник зажгем, а то слишком темно. Будем сейчас вот тут копаться. Ладно, пускай так, короче, валяется. Берем лопату, значит, и давай копать. Вот так вот копаем и землю выкидываем сюда. Но так не гоже, вон уже какой кусман, откопали земли. Пойдем, возьмем ведерочко. Нам это пригодится. Вот так вот. Закидываем это все в ведро. Не обязательно из моей кучки, которую я только что выкопал. Можно из другой. Вот, все. Ведро заполнили. Лопата остается здесь. Блин, почему именно ночью начинается? Мне вот этого светильника край как не хватает. Значит, ведро тут. И вот, видишь, зеленая точечка, кругляшочек под низом. Это ориентир, куда будут падать вещи. Берем теперь щетку. Ее выкидываем, она понадобится нам чуть попозже. Черпаем воду в тазик. Вот так вот. Жалко, что нет анимации зачерпывания. Обязательно нужно все кидать. Все кидать, бросать. Вот это теперь вот сюда надо. Ой, промахнулся. Секундочку. Ладно, положу ручками. Вот, закинули. Теперь берем щеточку и начинаем оттирать всю грязь в надежде, что там есть что-нибудь. Ну вот, пожалуйста. Есть небольшой самороток золота. Золото это хорошо. Можно его, конечно, закопать. Вот так вот положить. Закопать. Да что ж такое-то. Вот сюда вот. Вот так вот все закопать. И через денек вырастет золотое дерево. Если, конечно, все это дело палить. Сейчас еще пойду схожу, полью. А так, ведерочку берем. Вот. Нет, лучше тазиком. В тазике воды больше. Вот. И к утру должно вырасти золотое дерево. Вот так вот туда вот поливаем. Плохо закопал, конечно. Да ладно, кого я... Ты что, поверил? Я шучу. Какое золотое дерево? О чем это? Тут все реально, как в реальном мире. Значит, надо еще откопать больше золота. Найти его. И продать. Это что такое-то? Иди сюда. Хотя, слушай, может мы сразу сюда будем копать? Что нам это ведерко? Ну встань ты нормально. Ну почему все падает как-то криво? Да упади нормально. Бросить аккуратно никак не выйдет. Да жеваные ты жестянки. Вот. Сюда. Пошли теперь все это мыть, очищать. В надежде найти здесь еще золото. А куда я тот самородок кинул? Где-то там валяется возле. Пусто. А нет, что-то есть. Погоди. Что там? Железо? Да, железная руда. Тоже вот сюда. А тут есть это? Телега. Телега, телега. Вот она, телега. Есть это. Если что, мы туда сейчас закинем все наши найденные самородки и повезем это все торговать. Короче, что решил сделать? Значит, берем. Вот так вот раскапываем, да? Но все, что я буду раскапывать, буду закидывать в ведро. То есть вот таким вот образом. Потом это ведро мы выкидываем. То есть смотри. Вот так вот. У нас получилась грязь. Вот. То есть когда я лопаты так вот выкапываю, она так не образуется. Надо именно в ведро это все дело закидывать и потом с ведра выкидывать. Тем самым у нас получается много грязи. Вот я сейчас если сюда выкину еще грязь, она должна сплюсоваться. Но что-то не сплюсовалось. Сейчас если я друг на друга. Во, во, смотри. Короче, как снеговика можно лепить из-за огромных волнов. А, кстати, а если теперь вот сюда скидывать? О, нифига себе, прикольно как. Классно релит. А, ну я уже поднять это не могу. А, нет, могу. Вот, я поднять могу. Короче, слабатое не прокатывает так. Надо именно с ведра. Эта кучка просто вот тут вот теперь в невесомости вот такой вот находится. Ни черта не видно. Ну, е-мое, нормальное освещение. Что, не могли придумать? Давай сядем и вот я положу. Да уж. Как мне поставить это? Сюда, что ли? Нормально не ставится. Ну, что за дела-то такие? Копать-то я не могу же одной рукой держать и другой копать. Не могу я так копать. Ужас. Какой ужас. Ну вот. То есть вот такая вот кучка. Ладно. Продолжаем наши раскопки. Все в ведро. Мне интересно, какая большая куча у нас может получиться. Добыча ресурсов. Какая она в добыча ресурсов? У меня тут эксперименты. Ой, они туда упали. С грязью. Вот сюда. А, все. Это максимальная вот кучка вот такая. Ясно, понял. Значит, вот эти кучки. Мы их тут складируем. Ладно, пускай они падают туда. Я буду сейчас в ведро засыпать. А в ведро не засыпается, потому что оно криво лежит. Что за жизнь-то у меня такое? Все криво. Ну вот, короче. Три кучки тут сделал. Тащим их теперь сюда. Так будет гораздо проще. Вот. Вода у меня тут уже набрана, но там есть грязь. Сейчас отмоем. О, нашли что-то. Зашибись. Выкидываем. Грязь сюда. Как огромная куча, да, получилась? Нормально. Значит, есть больше шансов найти там самородок. Во. Уже два самородка. Отлично. То, что нужно. Мы богаты почти. Почти богаты. Сейчас пойдем покупать что-нибудь другое. Что нам поможет ускорить процесс добычи руды? Берем снова вот этот вот кусок грязи. Закидываем сюда. Промываем. Ну и повторяем всю процедуру. Так вот, я уже понял, как добывается руда. Отлично. Чтобы все это не тащить в руках, я предлагаю все закинуть в тазик. Так гораздо комфортнее таскать. Потащили теперь это все продавать. О, здрасте, приехали. Утречка уже наступила. Всю ночь проковырялся, да, получается? Ничего себе. Значит, здесь магазины. То есть тут руду продать некому. Поэтому мы сейчас вот этот тазик закидываем в наш крузовичок. Давай. Эй, подожди, тазик. А, ну тазик остался. Все. Фух. И поехали наверх. Уверен, что там мы найдем магазин, где сможем продать нашу руду необработанную. С дороги! Я его сбил? А, нет. Все нормально. И потом сможем купить что-нибудь себе дельное. Например, кузню. Ну, там не совсем кузня. Наковальня, молоток, чтобы делать мечи и различные вещи, которые продать можно будет подороже. Так, что у тебя тут? Вот, кажется, ты, да? Ты принимаешь у нас тут руду. Вот так ставим тазик. Нет. Он руду не принимает. А, он тут яблоки принимает. Все, вот. Там же нарисовано. Окей. Значит, в замок нам пока рановато. Ты у нас что принимаешь? Вот, руду. Руду вроде бы он принимает. Но обработанную, шлифованную. Сейчас попробуем укинуть железо. Надо. О, принимает. А если вот я тебе в кастрюле вот этой вот поставлю сюда? Мг, 66 за все. Ну, неплохо. Продаю. Еее. И знаешь, в чем фишка этой игры? В том, что у тебя нет инвентаря. Ты все переносишь в руках. То есть даже деньги, они у тебя не в карман отправляются, а они у тебя... Он может быть блестящим, но вам нужен острый глаз, чтобы правильно его оценить. Но у тебя же острый глаз. Ты меня правильно оценила? Так вот, инвентаря здесь нету. И получается, ты всегда носишь вещи у себя в руках. Даже те же самые деньги. И в этом есть какой-то свой шарм. Ну все. Садимся в тачку, едем. Нет, ты что? Ты что, кастрюлю-то потерял? Ты офигел? У тебя там деньги были? Где кастрюля? Она где тут? О, слава богу, деньги там остались. Значит, запрыгиваем сюда. Садимся. Вот, задним ходом съезжаем вниз. Сейчас, тихонечко, чтобы никого не раздавить. О, о, мы чуть мост не сломали. Да, стой, не так, не так. Вот так вот надо, аккуратненько. Да, водить мне еще учиться и учиться. Ровно так же, как и добывать руду. Все, приехали. Там у чувака квест есть. Он хочет со мной поболтать. Сейчас, месье, подождите. Сперва я отнесу свои бабки в нужное место. То есть, теперь мы берем вот эти бабки. Закидываем вот сюда. Они здесь будут храниться, пока я их отсюда не заберу. И значит, на 66 центов я могу здесь купить что? Что я могу себе купить? Вот, шлифовальный камень. Он помогает обрабатывать руду в рубины и прочее, прочее, чтобы использовать потом в драгоценностях. Также есть тигель. Тут мы можем руду расплавить. Потом вот сюда вот закинуть слитки. Ну, то есть, сварда расплавляется. Мы выливаем форму, вот, литейная форма. Появляются слитки. Слитки можем положить вот сюда. Обязательно их нужно будет раскалить. И сковать себе, например, колечко или меч. Все это стоит, в принципе, не так уж дорого. И можно прикупить. Но для всего этого, чтобы работало, нужна печь. Она стоит 86. 86 у нас нифига нету. Есть кровать за 24. Пожалуй, я ее куплю. Это нужно. Вот мы ее сюда поставили. Цена здесь нарисовалась. То есть, за 24 я ее могу купить. Еще что-то я могу прикупить. Шлифовальный. А, он 84 тоже стоит. Блин, дороговато. Это что у нас? Пила. Делит металлические слитки ровно пополам. Кирка, понятно, помогает копать нам землю и разбивать огромные куски земли. Ведра нам не нужны, щетки не нужны. Можем порыбачить. Здесь есть рыбалка. 50 дорого. 48 динамит. Бросаем взрывчатку. Самый быстрый способ увидеть, как ваши деньги улетучиваются. Интересно это все, конечно, безумно. Придется мне еще поработать. Придется еще поработать. Окей, тазик я забираю. Надо его туда утащить. Сейчас будем, значит, продолжать наши раскопки, чтобы купить дальше, я думаю, шлифовальный камень. Да. Деньги я оставляю здесь, покупая кровать. Отлично. Можно я буду приходить сюда, спать к тебе? Я просто не знаю, куда ее поставить. Но, наверное, на руднике у себя, вот на этом долбаном руднике. Конечно же, это слабо назвать рудником. Я первое попавшееся место нашел, да? И я не понимаю, по этой карте, где я сейчас нахожусь. Наверное, он там вот где... Вот этот... А, вот! Я увидел, наконец-то, вот этот синий ограненный камень. Это я. Ну, в целом, тут написано, что можно копать, копать через мост. Вот тут вот можно покопать. Тут отличное место для раскопок. Но какая в топку разница, где копать? На той стороне реки или на той? Переносим все вот это вот наше... Надо свет выключить. Экономия. Экономия. Электричество наше. Переносим все наши инструменты сюда, чтобы не бегать лишний раз. Блин, а что я буду бегать? У меня тут вон телега есть. Я сейчас ей воспользуюсь. Вот карту туда положу. Хотя карта ей и тут хорошо. Вот лопаточку обязательно. Все сюда загрузить и с разом все ввести. Только лопата что-то не хочет сюда укладываться. Минуточку. Лопата! Простите, извините, но надо вам как-то улечься здесь. Лопаточка. Давай, кидай ее уже. Кидай лопату. Сраная лопата. Не хочет сюда класться. Наверное, может, из-за картины. Хотя она вряд ли. Все остальное же складывается. Правильно? Правильно. Вот так вот. Все сюда закинул. И кровать сейчас закинул. Конечно же, кровать всегда будет со мной ходить. Как бы у тебя там трактор стоит, а ты вот тут в каменном веке будешь все возить на телеге. Конечно, конечно. Вот так вот. Я надеюсь, оно проедет тут все. Вот тут, 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 тут. Как это все будет проезжать? Подожди. Я хочу посмотреть вообще, как это все выглядит. Дайте мне посмотреть на снимок. О, божечки. Боже мой, как я это все везу. Ну ладно, допустим. Допустим, так это и везется. О, о. Вот теперь это именно так выглядит. Как на снимке. Все. Выходим. Ставим кровать. Это мое новое место для раскопок. Карта обязательно тоже на кровать. Все. Аккуратненько тут растаем. Кусочек грязи забыл с прошлых раскопок. Обязательно их заберем. Ну что ж, давай выкапывай тут новые ямки. В надежде, что тут будет побольше различной руды. Хочется золота. Все, закончилось. Окей. Кладем. Да клади ты уже лопату. Хватит выкать. Положили лопату. Выкидываем грязь сюда. Черпаем водички. Блин, можно как-нибудь авто зачерпывать? Понять замутить, а? Я устал уже бегать за водой. Отмываем все это дело. Ну, неплохо, неплохо. Я тебе хочу сказать. Выкидываем все это дело сюда. Теперь вот этот кусочек кидаем. Тут тоже неплохо. Короче, знаешь, что я понял? Я понял, что мне нужен еще один тазик. Потому что с одним тазиком это геморрой полный. Он нужен для того, чтобы вот эти вот самородки складывать именно во второй тазик. А то вот так вот коп. Тут у тебя нормальный навар. Слушай. Сейчас я вот это все опять буду собирать своими ручками. Поэтому тазик полевому сейчас пойду куплю. О, я же хотел с тобой поболтать. Что там у тебя тряслось? Что за квест? Давай, расскажи нам. Я буду торговать. Он хочет 1,5 железа, что ли? Так. Запрос товара. По указанию короны. Все содержимое указано по весу, а не по количеству. Вещь. Ну, вещь написано. Железная руда. И вознаграждение 53 жетона геолога разведки. А что, тебе просто принести это все нужно, да? Просто я в тазике могу тебе это принести? 1,5 вес. Я просто не знаю, сколько тут руды. Как ее взвесить, я пока тоже не понимаю. На! Это не то, что я хотел. Подожди. Давай я железо вытащу. Нет проблем. Вот так вот. Все железо вытащил. Вот, на. Вот так пойдет? Что, мало что ли? Ладно, мужик. Я, короче, вот тут вот оставлю тебе все. А золото заберу. Поеду продам его и куплю себе новый тазик. Ок. Хотя, подожди, может я тазик уже могу купить. У меня же там сколько-то денег осталось, правильно? Сколько? 42. Тазы. Тазы продаешь? Тазы. Не те, которые валят. Обычные тазы продаешь? Тазики. Блин, что, серьезно? У тебя тазиков нету? Придется в город ехать. Поехали тогда в город. Мужик. О-хо-хо! Я его сбил. Нифига себе. Ребята, нужны тазики. Сперва, конечно, я все вот это продам. Кстати, я еще хотел вон туда сбегать. Там тоже был какой-то тревелер. И он скупает определенные вещи, по-моему. Вот. Сток-маркет называется. Зачем продавать много за мало? То есть, если я тебе сюда... А, он слитки принимает. Все, я понял. Серебряные слитки и не тока, вроде бы. Да, денег он не дает. А вот охранник, которого можно подкупить, вроде бы как. А, нет, у него надо, это, квест выполнить. Ему кинжал нужен. А я думал, его подкупить надо, чтобы в башню пройти. Все понятно. Он хочет, короче, кинжал. Чтоб я ему сковал. Окей, ясненько. И тут, в принципе, вот мадам, которая будет у нас все скупать. Отлично. Денежку забираем. А тазы-то где купить, ребята? Вы тут тазы продаете? Я что-то пропустил. Может быть, они все-таки внизу? А, тьфу ты, блин, я их не заметил. Вот они, тазы. 12 стоит. Вот, короче, я притащил еще деньжат. Значит, сколько у меня тут? 64 и 42. Если их сложить вместе, они соединятся. О, отлично. 106. Значит, у меня за 12 тазик. И вот я хочу шлифовальный камень купить. Вот камень хочу купить. 96, отлично. Все. По рукам. Вот это значит, я вот сюда оттаскиваю. Эй! А, вот они, блин. В темноте не видно нифига. Я уж думал, что он скрысил. Теперь тут все будет аккуратненько у тебя лежать. Где же мне весы-то достать? Весы у кого купить-то можно? Тут весов я не вижу, не наблюдаю. Это гаечные ключи. Короче, без весов, походу, я это задание не выполню. Ну что ж, ладно. На дворе ночи сейчас надо ехать спать. Я беру вот это. И, наверное, потащу на своем горбу. Оставляем тут шлифовальный камень и ложимся спать. Единственный вопрос, как это сделать? Это непоняточки. Простая кровать, чтобы поспать до утра. Я хочу... А, ее нужно разместить. Ясно. Вот я разместил, теперь могу поспать. О, да, ячивку получил. Ништяк. Вот, и утро рассвело, ночью копать, конечно, неудобно. Я думаю, может быть, нам съездить куда-то в другое местечко и посмотреть, где купить весы можно. Но прежде, конечно же, мы опробуем наш новенький шлифовальный камушек. Блин, я, конечно, тупанул вообще по жести. Нафига мне шлифовальный камень, если я тут ни одного рубинчика не встретил, пока копал? Тут тупо только железо и золото. Эх, вот это беда, конечно. Можно... О, только сказал про это. И вот тебе, пожалуйста. Вот и можно шлифануть камушек. Вон, какой красивенький. Теперь, поскольку мы можем делать камни, можно купить наковальню и ковать себе... А, наковальню, и еще нужна печь, чтобы расплавить железо и сделать кольцо. В которое мы сможем встать вот этот камушек. Положу его пока что сюда. Так что будем сейчас копить на печь. А если, кстати, золото взять и попробовать шлифануть? Не, золото не ошлифуешь. И железо тоже. Ну что ж, пускай это все тут остается. Я поехал по другим городам посмотреть, где можно купить весы. Блин, чуть не забыл. Весы же надо на что-то покупать. Поэтому надо все это собрать, продать и ехать с баблом, а не с пустыми руками. Правильно же? И, пожалуй, продам вот этот вот камушек обработанный. Потому что я, честно, даже не знаю, сколько стоят эти весы. Закидываем это все сюда. Карта нам обязательно понадобится. Потому что без нее мы можем тут заплутать. Все, поехали. Приторобанили свой зад сюда. Закидываем все теперь в тачку. А, стоп, надо же еще золотые забрать. Тут у нас есть парочка монеток. Десять? Всего десять центов. О, не густо. Так, сударыня, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить вот этот вот камушек? Дико интересно. Ну-ка. Десяточку. В принципе, неплохо. А золото, поскольку берете? Пятнадцатый. То есть золото дороже, чем обработанный камень? Серьезно? Ну ладно, пусть будет так. Цены все равно не я рисую. Держать. Шестьдесят пять. Мне кажется, что для весов это будет маловато. Чертовски маловато. Но что поделать. Ух! Как я мужика туда откинул. Тебе понравилось? Ну, заодно ножки помочь. Эй, там! Я туда, а ты там был. Я тут, короче, пока ездил, кладбище увидел вон там. Бегу туда с лопатой. Ради интереса попробую что-нибудь там раскопать. Копать тут нигде угодно можно. Только в определенных зонах. Но... Ой, бабочки тут летают. Красота-то какая. Не, на кладбище тоже покопать нельзя. Ого, какой там вулкан. Ну, как ты понимаешь, никуда я не поехал на разведку, потому что у меня не хватило денег. И я решил попробовать покопаться поглубже. Так как на лопате написано, что чем глубже копаешь, тем лучше ресурсы. Сейчас будем это пробовать. Просто буду копать. Лопата, конечно, ни о чем. Надо, кстати, еще сходить в магазин посмотреть, может есть лопаты получше. По-любому есть. Кстати, насчет лопат. Почему бы не сгонять сейчас? Я заодно сравню свою лопату с теми лопатами, которые продаются в магазине, и решу, лучше они или нет. Ну, ага, покажите мне лопаты. Где у вас тут лопаты? Слушай, да такие же они, блин, они нифига не лучше. Так что смысла покупать лопаты тут я не вижу. За исключением кирки. Ну, кирка стоит 122. У меня пока таких денег нет. Так что продолжаю раскопки своей лопаткой. Вот этой вот. Буду тут грязевые штуки всякие лепить. Ну что, прокопал я себе вот такую вот пещерочку. И сейчас будем пробовать отсюда выкапывать землю и посмотрим, будет ли тут более дорогая порода какая-нибудь. Или может быть что-нибудь другое покруче я смогу найти. Проверяем. Тут и ноты. Ну все, я, в принципе, готов. Единственное, я решил на всякий пожарный взять еще вот это вот железо. Мало ли мне там денег не хватит, я его продам. Вот так-то. Все, поехали в наше путешествие. Едем вон в ту сторону. Потому что там вон-то есть какое-то здание, и может быть там я что-то смогу прикупить. А, это мостик. Это не здание. Это всего лишь на все. Мост через речку. Причем очень необычный. Тут все закрыто. Торговать тут шибко не с кем. Понятно. А, подожди. Вот тут у кого-то чуть-чуть. Че тебе там надо? Что это такое? Оружие он тут скупает. Вот такое вот. И сейчас прайс... Ну, высокий спрос, и поэтому прайс приличный такой. Но, к сожалению, мы пока не умеем это делать. Но все впереди. А, кстати, а можно внутрь забежать? Там вон у кого-то ящики стоят. Поковыряться тут что-нибудь. Не, ничего тут нельзя сделать. Ну и ладно, едем дальше. Вот и городочек какой-то. О, тут тачки можно прикупать. Ничего себе, ты посмотри на эти тачки. Они еще и разные бывают. Скрэп-ярд называется. А, нет, это магазин. Я думал, так город называется. Слушайте, а тут у вас весы продаются, нет? Нью, энергия. Это вон туда надо ехать. Мне весы просто купить. Это мебель для дома, я понял. А тут что-нибудь... Что тут у нас написано? Инструмент и экипировка. Ух ты, сколько тут всего интересного. А это что у нас? Весы! Весы! Я нашел весы! Они стоят 146 монет! Блин, а у меня маловато будет. Черт, подери. А есть тут обычные торгаши, которым можно скинуть? Что ты покупаешь? Непонятно, что тут... А, он конвейеры продает. Так, значит, сколько у меня по итогу? Сколько у меня по итогу? У меня 147 монет... А там 146 прям хватило, прикинь! Зря я с собой еще железо привез. Можно его хотя тоже продать, и будет еще больше денег. Сейчас покупаем себе весы. Не зря приехал, не зря копал. Вот у меня... Ой, нет, не тебе, не тебе. Перепутал магазинчики случайно. Мне вот сюда. Так, покупаю весы. Вот так вот. Ееее! Еее! Ну все, поехали домой! Я только сейчас увидел, что грузовик заправляется водой. Он на пару, видимо, работает. Но пока что я не вижу, где у нас тратится вода. Вверху, что ли, как-то что-то? Тащим в мое шахтерское логово весы. конечно ставите их буду не там где-нибудь рядом с кроватью вот так вот и сейчас мы взвесим сколько же железа у нас в этом тазике а то блин от было поставить а как кстати где весы то и 0 0 0 то есть тазик нифига сколько вообще одно железо весит она покажет мне 4 вот но что все теперь покажут что если я сейчас в итоге это все в тазик и тазиком взвешу ну-ка проверяем 9 то есть тазиком вполне реально взвешивать вот у меня все железо и я сейчас набрал 3331 это вес а 29 это сколько я могу получить монет за вот это железо я так понимаю единственное не совсем хорошо видно нижнюю цифру поэтому надо куда-то переставить все это дело короче куда бы я не поставила но вкапывается в землю поэтому я попробую просто бросить вот так вот например мы кидаем будет ли он работать отлично вроде что-то показывает да вот вес то есть три там надо было 1 и 5 сейчас мы попробуем это сделать а у кидаем 233 в 1 и 5 все именно столько и нужно было пошли отдавать все это дело железо и сейчас мы получим жетоны гильдии я правда не знаю для чего они но я для чего-то нужны будут ты просил 1 и 5 правильно до 1 и 5 железной руды вот на тебе тират плюет это мужественно смысле это я же тебе ровно притащил что не так хочет текла так вот буду отдавать а он говорит это не то что я хотел что тебе надо все это в один слиток что ли сплавить наверное да слушай ему нужен один в 1 и 5 веса блин ну ок таком случае нам нужна плавильня черт этот мужик меня сегодня замотать я только начал свою шахтерскую карьеру мог бы нормально изъясняться сколько это все железо у нас стоит сейчас посмотрим 35 маловато чуть-чуть такой чуть-чуть энергетический осколок мистический энергетический осколок используется для питания добывающих машин вау то есть реально чем глубже копаешься тем больше вероятность найти что нибудь интересное не зря я все-таки верхушку своей шахты раскопал а вот это что у нас руда корстоуна саморода корстоуна можно переплавлять гарнили в слиток или продавать ювелиру ясно блин чё я делаю но все остальное там это железо и золото я хочу посмотреть сколько вот этот энергетический осколок стоит 80 он нисколько не стоит он бесценен ясно значит его продавать нет смысла пока что а вот этого труда сколько у нас стоит ну-ка 19 неплохо короче я думаю я тут накопал уже прилично вот этот камушек я оставлю я потом выплавлю и продам подороже хочу посмотреть сколько в итоге сейчас это все дело стоит 128 не дурно пойдем продавать мадам я привез вам кучу разной руды давайте бабло кидаем наши денежки сюда и покупаем плавильню ну то есть печь вот такую штуку и чтобы это все дело можно было расплавить в чем-то нужен тигель обязательно без него не получится плавить ну все 104 монеты мы отдаем это покупаем грузим все в тачку и поехали через воду тут проедем сейчас по быстренькому и все чтоб не морочится нам тут теперь устанавливаем нашу печь где-нибудь вот здесь она уже сразу загорелась и кстати дай-ка я попробую тазик сюда поставить ради эксперимента он будет раскаляться накаляться нет это бесполезно то есть руду я бы здесь не переплавил в тазике поэтому тигель обязательно ставим тигель и смотрим как он на как он моментально накаляется раскаляется берем теперь вот эту руду кладем ее сюда она должна там расплавиться во расплавилась но есть один нюанс куда ее выливать я забыл про это не в тазик же правильно у меня там сколько-нибудь денежек то осталось 25 можно попробовать форму купить она 42 стоит а че так дургу то что ж ладненько пускай она пока тут будет я пойду подремлю посмотрю сны как я добываю огромную кучу золота и обогащаюсь на этом ура утро наш раскопки продолжается хорошо что тут жрать не надо то это было бы вообще капец полный это так в принципе сложно нужно каждое действие выполнять не так как в обычных симуляторах или проще и проще тут вот берешь копаешь сыпешь высыпаешь отмываешь это все конечно иногда задалбывает прикинь короче оказывается тут еще и руда разных весов бывает то есть она добывается не одинакового веса каждая по-разному то есть смотри вот 151 кладу другую руду 165 вот так то а в прошлый раз мне видимо тупо повезло с 15 короче эта задачка оказалась не из простых 155 блин короче есть идейка мы берем тигель выливаем все что там было куда бы только это все дело вылить интересно если я воду за этим делом зайду садимся вот остудили его прикольно теперь надо оттуда все это дело достать как-то разрешите выковырять вас оттуда походу никак это не получится сделать черт подери а это значит что моя идея выплавить один кусок железа из нескольких провалилась отсюда только можно вылить форму беда ой беда ну что ж нет проблем я тут кстати еще вот четко пал изумруды кажется посмотрим сколько он стоит сейчас он стоит 7 монет а если я его обработаю сколько он теперь стоит 14 то есть так намного дороже окей у меня есть еще один сейчас его тоже обработаем и получается что железо мне нужно где-то искать глубже и именно чтобы он весил 1 и 5 1 это прям самородок среди самородков выходит что в этой серии мне не удастся это сделать оставим на следующую поэтому на сегодня это все есть тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение то не забудь поставить лайк и подписаться если ты еще не подписан и тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике так что до встречи